Здравствуйте, дорогие ребята! Радовать видеть снова. Ребята, сегодня на уроке чтения мы с вами пройдем очень интересное произведение. Узнаем после того, как посмотрим на картину. Автором этой картины является известный русский художник Шишкин. Ребята, какое природное явление изображено на картине? Конечно же, это дождь. Произведение Шишкина так и называется «После дождя». И также, ребята, как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы с вами пройдем стихотворение «Где будет?». У нас описывается красота дождя. Стихотворение так и называется «Дождь в лесу». Автором стихотворения является известный азербайджанский поэт Тофик Махмуд. Ребята, я для начала прочитаю это стихотворение, а потом мы разберем вместе данное произведение. Тихий дождь идет в лесу, сверкают капли на весу, словно бусы радуют, граденьками падают. Дождь пошел смелей, шумней, капли зеленей, крупней. Солнце в них растаяло, искорки оставило. Лес прислушался, гудя к доброй песенке «Дождя». Ребята, вы услышали, вспомнили звуки дождя, запахи? Понравилось вам? Думаю, что да. Каждому приятно сидеть под мелким дождиком. Ребята, а какие сведения мы получили из стихотворения о дожде? Верно, ребята, вначале шел тихий дождик, сверкали капли. А ребята, потом автор призывает усилиться дождик и говорит, дождь пошел, шумней, смелей, капли зеленей, крупней. Ребята, также автор в конце произведения говорит о том, что даже лес прислушался к звукам дождя и называет автор дождь доброй песенкой. Именно вот такой образ дождя Тофик Махмуд нарисовал в своем стихотворении. А теперь я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик о дожде. Привет! Ты знаешь, как дождь нужен растениям? Благодаря ему они хорошо растут. Но откуда берется дождь? Давай узнаем. Дождь, который ты видишь, уже выпадал до этого миллионы раз. Каждый день солнышко нагревает своими лучами воду в морях, реках и океанах. В результате чего из воды поднимаются в воздух крохотные невидимые капельки влаги, называемые водяными парами. Этот процесс называется испарением. Воздух полон водяных паров, так как солнечное тепло постоянно испаряет воду, морей, рек и озер. Когда водяные пары поднимаются высоко в небо, они достигают холодного воздуха. Там они охлаждаются и снова превращаются в капельки воды. Этот процесс называется конденсацией. Капельки воды собираются вместе, образуя тучи. Когда капель в туче набирается достаточно много, они становятся слишком тяжелыми для нее. Туча не может больше их держать, и капельки начинают падать на землю в виде дождя. Затем дождь стекает в ручьи и реки, которые несут свои воды в моря и океаны. Потом солнышко снова согревает воду в морях и океанах, и маленькие капельки влаги снова поднимаются в небо. То есть происходит испарение. И весь процесс снова повторяется. Ты замечал, как быстро высыхают лужи в солнечный день? Вода из них никуда не исчезает. Она тоже превращается в водяной пар, который поднимается в небо. Ребята, я надеюсь, что вам понравился видеоролик, и вы узнали для себя что-нибудь новое. А теперь давайте вместе с вами посмотрим, какие же виды дождя мы знаем. Как мы видим по картинкам дождики могут быть разных видов. По-вашему, где косой дождик? На какой картинке? Верно, ребята? Вот это косой дождик. А по-вашему, где идет ливень? На какой картинке? Правильно, ребята? Вот у нас ливень. А где ситничек? Мелкий дождик? Верно. А теперь проверим, правильно ли мы соотнесли слова с данными картинками. Здорово, ребята! Мы отлично справились с этим заданием. А сейчас, ребята, предлагаю вместе с вами выполнить синквейн по нашему стихотворению. Ребята, в первом пункте по синквейну мы говорим, о чем же идет речь. О чем шла речь в нашем стихотворении? Верно, ребята, о дожде. А какой дождь? Правильно, тихий, смелый. То есть во втором пункте мы должны записать слова-признаки. А в третьем пункте, как вы знаете, мы записываем слова-действия. Подбираем в третьем пункте три слова-действия. Дождь что может делать? Правильно, он идет, льет, поет. Как мы видим это из стихотворения Тофика Махмуда. Ребята, а в четвертом пункте мы должны записать предложение, состоящее из четырех слов и раскрывающее главную мысль нашего произведения. Например, весенний дождь – оживление природы. Ребята, а как мы можем в пятом пункте назвать по-другому дождик? Например, капли. Конечно, ребята, вы можете подбирать какие-то свои слова и составить свой синквейн. На тему дождика. А теперь, пожалуйста, посмотрим на экран. Что же мы видим на этих картинках? Верно, ребята? Это дождь, медведь, снежинка, марка. В свою очередь, морковка, ежик, будильник, учебник. Ребята, а на какие вопросы отвечают эти слова? Правильно, ребята, на вопросы «кто» и «что». Как мы знаем, в русском языке есть такая часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» и «что» и обозначает предмет. Как же называется эта часть речи? Верно, ребята, это имя существительное. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет, явление природы или события, и отвечает на вопросы «кто» и «что». Ребята, для того, чтобы вспомнить эту часть речи, я предлагаю вам выполнить упражнение 30 на странице 184. Вам нужно будет прочитать данный текст, списать, подчеркнуть имена существительные и указать их число. Итак, ребята, давайте же с вами прочитаем этот текст. В городе воробей полезен. Летом он в скверах и в парках собирает с деревьев гусениц. Воробья ими кормят. А вот в деревне этих птиц не очень-то жалуют, то есть не очень-то любят. Только поспеет хлеб, закраснеет вишня, тот с воробьями просто беда. И зерна в полях клюют, и вишни в садах обклевывают. Ребята, для начала найдем имена существительные и подчеркнем их. Верно. Городе. Город – это имя существительное. Что город? Кто воробей? Что лето? В скверах. Сквер также является именем существительным. Парках. Парк является именем существительным. С деревьев. Слово дерево отвечает на вопрос «что» также является именем существительным. Гусениц также является именем существительным. Воробьят. Воробьи отвечают на вопрос. Кто? Также является именем существительным. Также выполним вторую часть. Как вы видите, я подчеркнула все имена существительные. А теперь давайте вместе с вами проверим, верно ли вы нашли имена существительные. И в свою очередь укажем число этих имен существительных. Итак, ребята, укажем число. В городе. Слово город. Единственное число. Воробей. Верно, ребята. Также в единственном числе. Летом. Верно, ребята. Также это имя существительное находится в единственном числе. А вот в скверах и в парках, верно, ребята, данное имя существительное находится во множественном числе. Записываем число имени существительного над существительным. С деревьев, гусениц, воробьят. Правильно. С деревьев множественное число. Гусениц также множественное число. Воробьят ими кормят. Воробьят также является именем существительным, который стоит во множественном числе. Ребята, предлагаю самостоятельно выполнить дома вторую часть данного упражнения и указать число имен существительных. После этого обязательно сверить, правильно вы ли это сделали. Итак, ребята, сверим. Правильно ли вы определили число имени существительного? Ребята, а теперь давайте с вами вспомним, какие имена существительные мы должны записывать заглавной буквой. Верно, ребята. Имена, отчества, фамилии, людей, клички животных, названия городов, деревень, улиц. Это все имена собственные. Имена собственные, как вы знаете, пишутся с большой, то есть заглавной буквой. Для этого, ребята, выполним с вами упражнение 31 и вспомним, какие слова нужно писать с заглавной буквой, а какие с сострочной буквой, то есть с маленькой буквой. Прочитаем, дополняя предложение, кличками животных. Как вы знаете, клички животных также пишутся с заглавной буквой. Кот. Кличку вы сами подбираете. Очень любит молоко. Второе предложение. У дедушки в деревне живет собака. Кличку для собаки также можете сами подобрать. По двору ходит курочка. Подбираете кличку для курочки. Но лук пасется корова. Давайте запишем полученные предложения. Например, кот Пушук очень любит молоко. Как вы видите, у нас именно кличка животного Пушук мы написали с заглавной буквой. Например, слово молоко с маленькой буквой, потому что это имя нарицательное. Второе предложение. У дедушки в деревне живет собака Шарик. Шарик является кличкой и относится к именам собственным. Собака же, например, именно лицательное. Данное слово пишем со строчной буквы. Так же, как слово дедушка в деревне. Третье предложение. По двору ходит курочка Хохлатка. Кличку курочки Хохлатка пишем с заглавной буквой. Посмотрим, что же получилось в последнем предложении. На лугу пасется корова, например, буренка. Надеюсь, что вы с легкостью справились с этим заданием. А теперь вместе с вами выполним задание под названием «Кто мы и откуда?» Вспомним друзей наших героев. Помните пса, который был в мультфильме «Приключения Буратино» у Мальвины? Как же его звали? Конечно же, у Мальвины пудель Артемон, ее лучший друг. У дядя Федора пёс Шарик. Элли – пёс Татошка. Малыш – такса Бимбо. Собака доктора Айболита. Как вы знаете, это собака по кличке Авва. Ребята, а теперь вместе с вами соберем предложение из слов. Простоквашина жили и дядя в Матроске Фёдор Шарик. Какое же предложение получится? Проверим. Простоквашина жили дядя Фёдор, Матроске и Шарик. Как мы видим, название села Простоквашина, Фёдор, Матроске и Шарик – это имена собственные. Их также нужно писать за главной буквой. А теперь, ребята, предлагаю вам выполнить упражнение 32. Здесь нужно будет сделать звукобуквенный разбор слова «земля», составить и записать два предложения с этим словом, где одно из них будет именем собственным, а другое именем нарицательным, которое вы должны будете написать со строчной, то есть с маленькой буквы. Ребята, давайте проверим, верно ли вы выполнили фонетический, то есть звукобуквенный разбор слова «земля». Проверяем строчки. «Земля», ударение на «а», в этом слове два гласных, три согласных и два слога. Первый. Звук «зь» – он согласный, мягкий, звонкий, парный. Звук «и» – гласный, безударный. Звук «м» – согласный, твёрдый, звонкий, непарный, а также сонорный. Звук «ль» – согласный, мягкий, звонкий, непарный, сонорный. И, в свою очередь, буква Я дает звук А, который является гласным ударным. Посчитаем, сколько в слове букв и звуков. Конечно же, ребята, в слове пять букв и пять звуков. А теперь составим предложение. Например, в предложении «Каждому мила родная Земля» слово «Земля» является именем нарицательным. И нужно писать данное слово со строчной буквой. А во втором предложении «Планета Земля» – наш общий дом. Название планет, как вы знаете, относится к именам собственным. И их нужно писать за главной буквой. Поэтому именно «Планета Земля» является именем собственным. Ребята, я надеюсь, чтобы мы вместе с вами смогли вспомнить имя существительное и главные морфологические и грамматические особенности этой части речи. Не забывайте повторять правила. А на сегодня все, ребята. До скорой встречи! Здравствуйте, дорогие второклассники! Я рада вас приветствовать на уроке математики. Сегодня мы будем с вами выполнять задания на странице 129 и на странице 130. Итак, ребятки, посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Сегодня мы с вами будем изучать симметрию. Что же такое симметричные фигуры? Если геометрическую фигуру сложить вдоль линии, которая проходит в середине, и все точки одной стороны совпадают с точками другой стороны, то эта фигура называется симметричной. А линия, которая проходит в середине, это называется ось симметрии. Вот первая фигура является симметричной. Если мы ее сложим вдоль этой линии, то у нее левой и правой стороны совпадут. Вот, например, эта фигура тоже является симметричной. И вот ее вдоль симметрии. Некоторые фигуры имеют несколько осей симметрии. Вот, если вы посмотрите внимательно, вот у данных фигур есть именно несколько осей симметрии. Ребятки, давайте мы с вами сейчас выполним задание номер 2 на странице 129. Вырежьте из бумаги следующие фигуры. Сложите фигуры так, чтобы вершины, отмеченные красным цветом, совпадали друг с другом. Какие фигуры оказались в обоих случаях симметричными? Итак, я дома подготовила заранее для вас вот такие вырезала фигурки, которые даны у вас в учебнике. Вот я вырезала две трапеции. И отметила точно так же, как и дано в книге, отметила вершины. Сейчас мы с вами проверим, будут ли они симметричны в обоих случаях или нет. Итак, давайте посмотрим первый случай. Посмотрите, я должна буду сделать, сложить эту фигуру таким образом, чтобы эта точка совпала с этой вершиной. Вот я складываю. Видите, эта фигура не симметрична вдоль этой оси. Видите, не получилась симметричная фигура, потому что одна сторона получилась больше, чем другая. Теперь попробуем следующий случай. Теперь, ребятки, у нас опять трапеция. Видите, отмечены вершины. Мы должны будем сложить таким образом, чтобы они совпали. Вот я сложила. И у нас получилась симметричная фигура. И вот эта линия сгиба и является осью симметрии. Видите, все точки одной стороны совпадают с точками другой стороны. Это получилась симметричная фигура. И эта линия сгиба является осью симметрии. Теперь, ребятки, у нас имеется прямоугольник. Точно так же, как и дано на рисунке. Я точно так же отметила вершины. Теперь я складываю таким образом, чтобы эти вершины совпали. И у меня вновь получилась симметричная фигура. Вот, видите, а линия сгиба является осью симметрии. Потому что, когда я складываю, точечки одной стороны полностью совпадают с точками другой стороны фигуры. Вот у нас получилась симметричная фигура. И линия сгиба является осью симметрии. Теперь рассмотрим второй случай. Теперь, ребятки, у меня опять прямоугольник. Вот я отметила вершины. Складываю. Видите, ребяточки? Не получается симметричной фигуры. То есть, эта линия сгиба не является осью симметрии. Видите? Теперь, ребятки, рассмотрим следующую фигуру. Видите? Точно так же я отметила вершины. И складываю таким образом, чтобы вершины совпали. И у меня вновь получилась симметричная фигура. А линия сгиба как раз и является у нас осью симметрии. Видите? И эти точки, они совпадают. Теперь рассмотрим следующую фигуру. Видите? Вновь складываю. Красные вершины совпадают. И вновь получилась симметричная фигура. И линия сгиба у меня является осью симметрии. Видите, ребятки, как раз последняя, вот третья геометрическая фигура имеет у нас сразу две оси симметрии. Мы и так сложили, и так сложили. И в обеих случаях у нас получилась симметричная фигура. Теперь, ребята, давайте мы с вами выполним задание номер 3 на странице 129. Сложите пополам лист бумаги. Вот я сложила как раз лист бумаги. И его подготовила для вас заранее. Начиная с линии сгиба, вот это у нас линия сгиба. Нарисуйте любую фигуру, как показано на рисунке. Вырежьте по линии фигуру. Проверьте симметричность вырезанной фигуры. Итак, ребятки, вот я дома заранее подготовилась к уроку. Вот я сложила бумагу и нарисовала, начиная именно с линии сгиба, вот такую же фигурку, сердечко, как и нас дано в задании. Теперь вы посмотрите, ребята, я нарисовала на одной стороне, на другой стороне я не рисовала. Теперь, начиная с линии сгиба, я буду вырезать. Итак, ребятки, вот я срезала, как я вам объяснила, начала с линии сгиба, нарисовала и вырезала. Теперь посмотрите, я раскрываю, и у меня получилось вот такое сердечко. И это как раз получилась симметричная фигурка. И ось симметрии у нас, вот она, линия сгиба и является осью симметрии. Вот таким образом, ребятки, на уроке технологии вы можете вырезать, например, листочки, снежинки, очень удобно складывая. Именно вот так вот вырезать. Теперь, ребята, давайте мы с вами рассмотрим задание номер один на странице 130. Вырежьте из бумаги фигуры, которые нарисованы в столбике А. Разрежьте или склейте эти фигуры, чтобы получить показанные фигуры в столбике Б. Итак, ребятки, посмотрите в своем учебнике. У вас даны фигуры в столбике А и в столбике Б. Но я не дала пока фигуру в столбике Б, потому что мы сейчас с вами будем как раз-таки либо разрезать, разделять фигуры, либо складывать. И получим фигурки из столбика Б. Вы, ребятки, можете это сделать дома с помощью бумаги, вырезать и попробовать склеить или же разделить. Но я это буду сейчас делать на доске. Итак, у нас есть столбики А, три треугольника одинаковых. Как можно их сложить, чтобы у нас получилась трапеция? Итак, давайте посмотрим. Возьмем первый, затем второй треугольник. Видите, я его повернула. И затем третий треугольник. Сложив или же вы, вырезав и склеив эти три треугольника, можете таким образом получить трапецию. Теперь у нас есть ромб. Нам нужно этот ромб разрезать таким образом, чтобы получить два треугольника, как столбики Б. Я думаю, вы догадались, как это можно сделать. Можно разрезать вот таким образом. И тогда мы получим два треугольника. Следующая фигура – это у нас шестиугольник. Нам нужно разрезать шестиугольник таким образом, чтобы у нас получилось два треугольника и один прямоугольник. Подумайте, пожалуйста. Я думаю, вы догадались. Если мы разрежем вот таким образом треугольник, затем еще, и у нас получается прямоугольник и два треугольника. Ребятки, вы можете попробовать выполнить это задание с помощью цветной бумаги. Вырезать, либо склеить, либо же, наоборот, разрезать фигурки, данные в столбике А, и получить фигурки из столбика Б. Теперь выполним задание номер 2 на странице 130. Нарисуйте в тетради фигуры, разделите стороны на равные части и пронумеруйте их, как показано на образце. Одинаково пронумерованные точки соедините линиями. Раскрасьте полученные части. Вы это можете сделать, ребятки, в тетрадке, но сейчас я сделаю это с вами вместе. На экране разделю первую фигуру. Итак, вам надо будет нарисовать вот такой прямоугольничек в тетрадке и разделить его, видите, на равные части. Итак, соединяем одинаково пронумерованные точки линиями. Один, один, два, два, три и три. Вот у нас получился такой прямоугольник, разделенный на шесть частей. Теперь мы его раскрасим. Вы можете раскрасить его любым цветом, какой вам нравится. Но я вот раскрасила таким образом, красный, зеленый, синий, зеленый, синий и красный. Вот у меня получился такой раскрашенный прямоугольник. Теперь рассмотрим треугольник. Соединим вновь одинаково пронумерованные точки. И вот у нас получился такой треугольник, который мы разделили на четыре треугольника. Вот вам, ребятки, нужно будет в тетради сделать то же самое и уже раскрасить, как вы посчитаете нужным. Выполним задание номер четыре на странице 130. Фонарные столбы расположены в одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояние между двумя соседними столбами 20 метров. Сколько метров составляет расстояние между первым и четвертым столбами? Итак, ребятки, у нас четыре фонарных столбика. Расстояние между столбиками 20 метров. Нам нужно узнать, сколько метров составляет расстояние между первым и четвертым столбами. Итак, мы знаем, что расстояние между столбами соседними двумя 20 метров. значит мы можем сделать вот такой рисунок и так посмотрите теперь ребятки внимательно я думаю вы посмотрев внимательно рисунок сразу же нашли решение этой задачи и так для того чтобы узнать это расстояние нам нужно просто сложить расстояние между двумя столбами 20 20 и 20 и это будет 60 метров на этом ребятки наш урок подошел концу выполните самостоятельно задание номер 1 и номер 4 на странице 129 всего вам хорошего до встречи на следующем уроке